итак сейчас посмотрим архамер наконец-то нормальный обзор вот за 10 часов и прошел игру сразу как лаван вышла и купил да за 50 баксов что ли что новые игры там в лайве игры скидок нету кроме как для подписчиков вот режим онлайн вот типа посылает нахуй не так и не работает это собственно не только в онлайве вот как бы можно выбрать вот 5 эпизодов и там еще под эпизоды в общем игра хорошая даже как бы очень я думал будет хуже даже когда еще в бета-версию то есть где мы версию поиграл очень жуткую вархаммер вархаммер это солдатики в которые больные люди играют это такие они там продаются такие солдатики их покупают раскрашивают и как-то играть умудряются как я вот сам не понимаю вот нихуя вот как они вот объяснение как они играют эти солдатики и даже сам своими глазами видел дебилов которые вот целые войска там поставляют эти вот хуёвины и как-то с ними играют и непонятно как это то есть пиздец какой-то ли кубик бросают то ли что и вот от этой хрени вот этого настойного настольная игры то ли это баргейм то ли я не знаю то ли типа монополии вот а но это из демоверсии еще уровень там там пошло короче все это вот и всякие комиксы пошли потом игры компьютерные и прочее и вот через делали вархаммер спайс марио то что игрока то до этого были они как бы были стратегии либо либо тактические стратегии либо другие а это как бы вроде как первое когда играешь сделали типа герцов вар собственно похоже кстати на герцов вар там по дизайну впрочем но это она ничего общего не имеет на самом деле потому что пилу то спиздили как раз герцов вар а тут они даже ничего из герцов вар спиздить не стали даже не приделали эту пилу к автомату в общем это не важно собственно как бы какие отличия от герцов вар что это вообще другого типа игра совершенно тут никто нету даже укрытия этого просто поражает но при этом укрываться можно естественно но укрытия нет то есть приходится ну как вот зашел за стены типа спрятался вот оружие очень много они очень крутые очень мощное оружие если он просто на часть разрывает этих вот гоблинов троллей проклятых то есть как тут как бы геймплей по на протяжении игры меняется сначала мне куча мелких троллей как зомби да они очень безобидные практически их пачку убиваешь одного бальзовства убиваешь как это зомби просто вот а потом по второй половине там геймплей полностью меняется когда стреляющие да появляются стреляющие враги всякие то есть это вообще там надо укрытие искать это при том что кавер системы нет в этой игре никакого вообще то есть и это не тупая игра как может показаться вот слэшер может только в начальных уровнях то что быстро достаточно убивают если не быть осторожным то есть реально будет думать там снайпер эти прочее то есть игра достаточно сложная как не странно как может показаться и как бы сначала увидел как в call a duty не играем с тобой играют а потом ты уже один бегаешь и тому подобное то есть локации вроде как бы на первый взгляд они однообразные такие тупые как и mass effect то есть вообще ни о чем и не про что но на самом деле они все равно хорошие то что мы эпические моменты есть вот например хотя их не так много уходишь а там вот типа панорама большая посмотрите там что-то взрывается падает если там уровень с большим роботом гигантским просто и такой с поездом большим то есть гердгер сафар все равно это все лучше сделано то есть и видно и денег меньше потратили дизайну тут вообще нельзя продираться потому что он бред собственно такой как и должен быть в этом вархаммере то есть ну он бред но он у этого проблемы это как бы собственно саму вархаммеру что устарелый дизайн это старая хрень это вселенная там что что просто вархаммер что 40 тысяч это все устарелый то и восьмидесятых годов наверно уже дизайн сейчас уже так никто делать не будет такой убогий но просто какие-то ублюдочные доспехи посмотрите с этими вот наручами видите с этим наплечниками тут тупость совершенно конкретная с орками с гоблинами с она даже еще развивается умидряется новые игры выходят типа и варкрафта и прочего там то есть она не современная дайди за и дизайн уже не тот конечно не современный но все равно как бы она свое дело делает то есть даже и ну как мы видим можно на этом даже продолжать это все развивать и игру успешно делать вот это тем то есть очень интересные враги то есть если ему там большинство там слабых врагов а вот попадаются такие которых очень сложно убить да а под конец там вообще обычные пехотинцы становятся вы как терминаторы то есть очень разнообразный геймплей вот из добивания там добиваешь и быстро восстанавливаешь здоровье там типа короче щит как хэлло устроен он как бы бру вроде бесконечный но как бы есть запас здоровья как флэ 1 и как хэлло овсд который как бы пополнять можно только убив врага добив то есть ну конечно игра это не блокбастер да там такие у бюджета не было как геор сафар и заставки ничего себе особенно не представляют но все равно это очень добротная игра вот он тут летать можно то есть это очень конечно выглядит когда тролль летит на ракете как ни странно в игре и сюжет да как может показаться что его нет в начале особого но оказывается есть ну и достаточно нормальные хотя но он так не предсказуемо достаточно это собственно и хорошо ну а вот смотри какая эпическая сцена так сказать где летают вот эти тролли на ракетах ну конечно ничего тут в графике особенного нету но выглядит очень все приятно хорошо ну конечно ничего тут вручного не сделала вот это как бы не блокбастер 90-х да и как бы не сделаны вручную то есть собственно ну главное тут собственно геймплей играть интересно тут как бы очень было бросает даже вызов какой-то игра там ну я ее прошел даже с удовольствием и даже хотелось пройти там поскорее посмотреть чё там и последний босс он необычный это как бы один quick time что очень тоже необычно уже тут уже под конец там и так-то сложно доиграть ну хуй думаю когда это кончится а тут босс и думаешь опять надо ебаться с ним по полчаса как с этим троллем а нет просто какой-то им обычно и все вот короче есть спецвозможность типа она одновременно как бы и те усиливает этот рейдж режим или и силу то где восстанавливается здоровье одновременно за можно с можно сломой врубить если вот в этом рейджа прицелиться то будет типа псевдо слой мото ка и типа были тайм но это сделано очень грамотно чтобы не испортить игру потому что этим были были тайм очень легко все загадить и испортить именно поэтому большинство игр это не добавляют что-то в черное что придает превращается даже фире третьем убрали с это сломо превратили в одну как бонус небольшое дополнение долл очень за загружается он восполняется и как бы и не особо эффективен а второго вообще его нету персонажа вот эти тролли напали ну ролики видим вообще никакие на движке причем записанная да и видео еще проигранное то есть но просто как бы рассказать истории все то что тут главное в игре геймплей собственно и все то что крайне все уныло как может показаться но главное играть интересно и все вот видите опять этот ролик вот 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 что круто в игре вот что много 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 этих врагов мало в какой игре вот герса фар такого нет да ни в какой нету если только left for dead или или дед райсинг про зомби вот и это вот это вот выделяет этого игру очень на фоне других что много врагов и всех очень приятно убивать и стрелять и быстро умирают и очень это круто это как бы и не надоедает там это это не тупо выглядит то что тебя могут убить и без шуток даже такие враги и как бы убивать их и патроны заканчиваются и прочее идти хочется реально их перестрелять чтобы они тебя не добежали то что так это как бы лучше чем все таки вручную бить и когда более приятно убивать их все таки оставить и просто приятно подать как они их на части разрывает вот чувствуется мощь оружия да что кашона мощно именно вот если бы они просто умирали бы это не не чувствовалось таком мощности что просто а то просто как бы есть враги которые сложных убить и как бы это это многих раздражает там кажется что у тебя оружие хреновое тут есть есть такие тоже враги но есть и как бы вот такая пехота которая наоборот показывает что оружие мощное очень приятно поэтому убивать врагов и вообще такое там есть и пары рпг системы развития но как как в таких играх обычно бывает то есть вообще никакого дерево навыка нет простоты там по окончанию или уровня или посредине тебя получаешь новый предмет который усиливает и даже немного меняет геймплей там уже там рейд щит еще усиливает там оружие новое улучшается но она просто вот и подбираешь и все типа вот горит нашел новое оружие теперь он нахуй сукой всем пизды дадим и там и баран альша вдоль в общем очень все брутальное кровище вот кровь очень хорошо сделано видите вот это уже из последних уровней вот о чем говорил эпическая сцена такие куча таких панорам ну правда редко включается достаточно встречается не на каждом каждые пять минут подается вот видите целую всю планету вид но достаточно детализация хреновая бэгграундов задних она как бы все в дымке там как бы не стыдно но это неважно главное сама право на панорама вот примите там разорвалась башня и там все это застыло вот и тут уже геймплей уже поменялся другой тип врагов появился так сказать вот эти солдатики очень конечно комично выглядят в этих доспехах так блин так оружие надо вот и тут мы прицелом расстроить супер снайперская метовка где просто увидите видите вот просто терминаторы пошли совершенно другой геймплей если пойдешь вперед побежишь тебя быстро убьют где не дадут добежать и вот такая вот система укрытия достаточно странная игре точнее ее отсутствие да то есть как бы игра подразумевает что надо искать и укрытия но нет никакой вообще кувер система и очень как бы это и делает игру ким динамичным героя кстати он гораздо подвижнее чем герса фар он бегает и это хотя выглядит тоже медлительным так блять это так тупо звучит когда они орут альтрамаринс блять или спейс маринс это пиздец просто конша вдоль ну знаете вот что происходит тут даже не разберешь кого стрелять совершенно другая игра call of duty прямо какой-то или hello но мне уже с голова заболела да вот бозов как бы немного полно два что ли всего один тролль а второй вот этот вот еще какие то я забыл не а есть всякие танки летающие прочее вот это уже последние уже ужас ведь он уже проапгрейден у него щит так все же тут молнии уже внутри этой башни уже чувствуется что скоро конец вот эти черепа но очень все на лорусе посмотреть вообще не просто пустые помещения череп один рисунга уровень дизайна на квайк до 1 или 2 вот ужас вот видите там главный босс убиваешь его прислужника даже просто культами начинается простейший что собственно и хорошо так вот я на геймпаде проходил сес но можно вот на мышке играть просто в онлайве лучше на геймпаде тогда никаких лагов вообще заметно не будет расставание мышки ну то есть вообще просто захуячили и все просто добротная игра как бы ничем художественного не выделяется для фанатов на меня на не для фанатов этого вархаммера вообще для всех потому что ходе дизайне нравится но вот на этого человека мне учет приятно смотреть даже как-то страшно вот того который весь кибернетические и чаусов и из ада вылез приятно почему не знаю смотреть чувствуется чтобы здоровые боссы вот эти вот их приятно убивать всем приятно как мелких убивать их на части разрывается так и больших врагов приятно убивать а это главное чтобы это чувствует что ты его победил такого крутого то есть как бы все все идеально сделано вымеренно так главная фишка игры что это куча врагов это вообще приятно их убивание и все тут собственно к этой игре сложно придираться точнее можно но как бы она выполняет все функции лет или того и для чего она была сделана на это и вот видите тоже новую врагов куколос комбатовой так ну собственно больше про эту игру чего особо там рассказывать нечего время зря отнимать людей но обдуленно игра ну как она копея запускал дима версии там опять глюки с тенями то есть она там тени там дубли неправильно отображаются все тоже конечно заебало уже блять сука что 3d на ромал в каких играх нормально работает вот видите вот пошли пехотинцы обычно то есть вообще до полного абсурда дошло что своих убиваешь объясню тем что они просто захвачены разумом этим то есть вообще до конец игры вообще пиздец до его самого еще за то что он всех убил еще и судят нахуй на трибунал сука ведут судить вот конец игры такой когда это убиваешь это типа нахуй ты блять тут все устроил там там в общем там такой сюжет интересный то есть вообще концовка там по типу терминатора 3 до патронов как сказать много очень постоянно валяется оружие ну как стандартное ограничение там на 4 пушки на 3 на 3 можно сказать плюс за какой-то с бесконечной на случай если закончатся патроны там чтобы геймплей не разрушался то что если закончатся патроны геймплей уже разрушится полностью это сейчас так и не делать никогда сейчас поэтому и все на восстановление это перешло за пришли здоровья это и вообще лучше и патроны теперь делают уже бесконечные то есть патронов дофига оружие дофига очень очень она разнообразная там бомбы взрываются там ластеры бразеры там даже обычный автомат он очень мощный прям чувствуется как он стреляет даже просто когда по железякам у него грохот такой все трясется и прям а когда видишь как тролли разрывает это вообще супер там снайпер ну бля где тут оружие там должно быть в общем вальшавдуль братья бибаран читайте бибаран там на канал подписывайтесь на и бибаран ком заходите у нас там портал открылся форум там мы как сказать исповедуемся там молимся и собственно видите тут есть и вместо пилы можно это а летающий ранец есть там летаешь там прямо там бьешь на мне это не очень понравилось как-то туповато но все равно для разнообразия хоть какое то есть участок вам таких игр не делал где просто шутеры все и от этого лица или от 1 обязательно чё там ебашивают какие-то мини-игры для разнообразия да и все локации и все огромные гигантомания такая повсюду прям идешь и повсюду тут все так локации сделаны гигантские потолки все но это мир вархаммера такой как бы там так и должно быть собственно вот видите супер типа шатга на замена ну то есть оригинальная игра очень-очень там добротные экшен там в один ряд можно ставить там с года фарова и герса фар то есть причем обоими это не какое-то говно там второсортное там в общем моего но выдающегося тоже тоже ничего нет естественно в общем аншабдуль братьев его раньше дайте да еще подписывайтесь и на форуме нашему регистрируйтесь мы там добро все делаем будем делать то есть вообще аншабдуль